Малая Родина А в агрогородке Комунар Будокошелевского района после реконструкции открылся бройлерный цех «Беларусьнефть» особенно. Новшеством является клеточное содержание бройлеров. Все необходимые показатели – влажность воздуха, температура, микроклимат и выдача корма – контролируются автоматически. Лучшие инвестиции в будущее страны – это инвестиции в детей. После ремонта открылся обновленный ясли-сад номер 5 в Петрикове. Он рассчитан на 175 мест и полностью закрывает потребность в дошкольных учреждениях в райцентре. Новый долгожданный детский сад открыли в 96-м микрорайоне Гомеля. Он разместился в здании бывшего детского дома по улице Кристалловская. В помещениях провели ремонт и заменили мебель. В урочище Чонки Гомельского района открылся ясли-сад на 65 мест. Он начал работу в отремонтированном спальном корпусе оздоровительного лагеря «Чонковский бор». 1 сентября учеников встречала обновленная Литвиновическая школа в Кармянском районе. В ней учатся ребята из Литвиновича и шести окрестных деревень. Долгожданным стало и открытие школы номер 74 в молодом 21-м микрорайоне Гомеля. В этом году она приняла на учебу более тысячи детей. В свободное время интересно и с пользой. Больше возможностей появилось и для проведения досуга. В Гомеле после реконструкции открылся 25-метровый бассейн «Вздюшор» номер 7. Он может принимать до 500 человек в сутки. А возле стадиона «Луч» в областном центре установлен крытый футбольный манеж. Объект расположен на территории городской детско-юношеской спортивной школы номер 6, где появилось новое отделение по футболу для двух сотен детей. В Петрикове обновили физкультурно-оздоровительный комплекс «Припять». Там появилось современное искусственное покрытие футбольного поля с беговыми дорожками. Обустроены площадки для баскетбола и волейбола, воркаут-зона, установлены уличные тренажеры. После реконструкции в Мозере открыли спорткомплекс «Дюшор» номер 2. Там учатся 600 детей и развивается 8 видов спорта. Многофункциональный спортивный комплекс с бассейном реконструировали в Гомеле. Спортсмена в нем тренируют по 11 видам спорта, в том числе игровым. Для этого есть все необходимые условия – зал сухого плавания, велосипедная база, медиковосстановительный центр и скалодром. Поклонников искусства и истории приглашают в гости Жлобинский историко-краеведческий музей, который в 2020-м переехал в просторное современное здание. В нем на двух этажах разместились 16 выставочных залов – картинная галерея и лекционный зал. В агрогородке Комунар Будокошелевского района открыли дворец культуры. В нем также разместились библиотека, филиал детской школы искусств и спортивный комплекс. Символ культурной жизни Мозере – драматический театр имени Мележа – долгое время представлял собой огромную строительную площадку. Сегодня он оборудован по последнему слову театральной моды и принимает зрителей. Кроме того, новоселье отметил и Мозерский центр творчества детей и молодежи. В нем работает более 70 объединений по интересам. До этого дети занимались в стесненных условиях. Новый дом по площади в пять раз больше прежнего. Этот год заставил всех задуматься о своем здоровье, а власть еще больше поддержать медицину. В Гомеле после масштабного капремонта открылся лечебный корпус номер один туберкулезной больницы. В нем размещено три пульминологических отделения на 130 коек, которым выведены кислородные точки. Также точки кислорода предусмотрены в процедурных кабинетах. В Добружской ЦРБ реконструировали стерилизационное и акушерско-гинекологическое отделение, которое будет обслуживать 19 тысяч местных жительниц. Запомнилось всем и открытие уникального комплекса – Гомельской центральной городской поликлиники, которая оборудована по последнему слову техники. Для здорового образа жизни любого человека важно качество воды в доме. Решить этот вопрос в районах помогут 50 новых станций обезжелезования, открытых за этот год. Наиболее значимыми объектами нашей области, связанными с суверенитетом Беларуси, стали мемориальный комплекс «Ала» в Светлогорском районе и 60-метровый флагшток на площади Ленина в областном центре. Первый напоминает нам о героическом прошлом наших предков и цене, отданной за свободу Родины. Второй символизирует гордость за страну, сильную, стабильную и независимую, которая стремится к мирному и процветающему будущему. Анна Крайчук, Новости недели.